В связи с последними мусорными протестами власть таки приняла решение решить проблему только в своем собственном российском неповторимом стиле. Вместо заваленного московским мусором Подмосковья теперь решили завалить Ярославскую область. О том, что вскоре и там начнут задыхаться жители, никто, разумеется, не думает, а зачем. Это же будет не сразу. Можно было бы, конечно, взять иностранный опыт по переработке. Можно было бы начать строить новые заводы, но опять же, зачем. Территория-то большая, места много. Вали сколько хочешь до тех пор, пока какая-нибудь эпидемия не разразится. Что ж, а как решается проблема в цивилизованных странах? Есть, например, Япония, где-то настоящие чудеса с мусором, несмотря на то, что территория такая маленькая, а людей столько много. Но я расскажу о Европе, конкретно о Германии. Интересно было бы узнать, как это делается в других странах. Но в этой стране это делается конкретно вот как. Если вы владелец дома, то вы получаете от города вот такие замечательные пластиковые контейнеры. Они разноцветные, называются они по-немецки мюльтоны, то есть мусорные тонны. В разных регионах и в разных городах, я думаю, что это бывает по-разному. Но приблизительно существует некий стандарт по всей стране. Например, конкретно в том месте, где живу я, у нас существует следующая система. Я имею три тонны в своем использовании. Получил я их бесплатно, и размер тонны зависит от количества персон, проживающих в доме. Если что-то с тонной произойдет, ну, например, вы поставите на нее что-то горячее, она расплавится, получится дырка или еще что-нибудь, то есть вы плохо следили за той тонной, которую вам дали бесплатно, тогда вторую вам придется покупать за ваши собственные деньги. Но обычно это действительно редко случается. Итак, в моем доме коричневая тона для биологических отходов, имеется в виду очистки от картофеля, лука, яичная скорлупа и тому подобное, то есть то, что ложат в компост, для того, чтобы затем это перегнивало. Есть еще черная тона, в нее можно положить любой мусор, который не относится ни к пластику, ни к стеклу, ни к картону. Например, у вас что-то разбилось стеклянное получились осколки. Или, например, вы подметаете мусор с пола. Туда же относятся гигиенические пакеты, волосы, все то, что нельзя отнести к биологическому мусору и в то же время оно как-то должно утилизироваться. Одним словом, содержание черной тонны это то, что полностью сжигается. Еще у нас есть желтые мешки, которые есть по всей стране. На каждом пакете небольшая доходчивая информация, что можно положить в этот мешок, а что лучше туда не ложить. Если сказать одним словом, то это пластик. В этот мешок все, что касается пластика и упаковки. Если вы случайно засунете в мешок, ну, например, пустую банку от варенья или, не дай бог, пивную бутылку или еще что-нибудь в этом роде, и те, кто собирает мусор, увидят это, они в ваш мешок не возьмут, а наклеят яркую такую этикеточку с предупреждением, что если это повторится, то ваш мусор перестанут брать. Куда хотите его потом, туда и девайте. Ну и синяя тона для картона и бумаги. Туда же идут все газеты, рекламные проспекты, в общем, все, что касается бумаги. Раньше, я помню, 20 лет тому назад, мы получали еще белые толстые пакеты, в которые мы ложили стекло, банки и так далее. Теперь этих пакетов нет. Теперь для того, чтобы утилизировать стекло, вам нужно проехать в специальное место в городе, их, как правило, два-три, в зависимости от того, какого размера город. И там стоят вот такие контейнеры. Как вы видите, в них написано «коричневое стекло, зеленое стекло, белое стекло». И вот свои бутылки вы рассортировываете сами. Так, вроде бы с мусором все, все, что касается домашнего хозяйства, так или иначе распределяется в различные мусорные контейнеры. Но что еще иногда приходится выбрасывать? Например, старую одежду или обувь. Для этого тоже существуют специальные контейнеры. Эти контейнеры устанавливаются, как правило, Красным Крестом и специально помечены соответственной символикой. Вы привозите туда мешок со своими старыми вещами, забрасываете туда и можете быть уверены, что приедут люди, соберут эти вещи, еще раз перестирают, переработают, а затем либо выставят в специальных учреждениях Красного Креста для бездомных или бедных людей, либо соберут в посылки и отправят в страны третьего мира и Африки. Так что ваши вещи, если их еще можно носить, обязательно кому-то достанутся. Туда же можно складывать попарно обувь. При этом люди, которые этим занимаются, специально пишут «пожалуйста, только парную обувь», для того, чтобы еще кто-то мог этим воспользоваться. Для того, чтобы выбросить мебель, два раза в год устраивается шпермель. Очень любимое мероприятие в странах Восточной Европы. Почему я так говорю? Потому что во время нашего шпермеля мы видим, как начинают ездить беспрерывно машины с польскими, венгерскими или румынскими номерами и собирают все, что еще можно использовать. Куда они это вывозят, богу известно, но нам-то в принципе все равно. Мы выставляем два раза в год по специальному расписанию свою поломанную мебель, старые лампы, посуду и все, что из дома нужно выбросить. Раньше на шпермель можно было выставлять даже электрические приборы, старые телевизоры, магнитофоны и тому подобное. Сейчас для того, чтобы утилизировать электроприборы, нужно приехать в специальное место, для того, чтобы они там уже занимались его разбором и переработкой. Все это бесплатно. Единственное, что от вас требуется, довести ваши старые вещи до этого сборного пункта. Казалось бы, как все просто. Раздали тонны, вручили мешки. Кстати, мешки раздаются бесплатно. Платить за это ничего не нужно, бери сколько хочешь. Но это не все. Прежде чем люди здесь начали на самом деле серьезно относиться ко всему этому, они очень долго к этому привыкали. Самое распространенное занятие в немецких детских садах, это игра как раз таки по рассортировке мусора. То есть детей самого маленького возраста приучают и показывают, как нужно сортировать мусор. Это хорошая и интересная игра, потому что дети параллельно изучают материалы, начинают понимать, что такое бумага, пластик, что такое стекло. И в игровой форме их учат различать, что и как делать. Ну и представьте себе, что если с самого детского сада, а затем и в школе эта мысль детям внушается, соответственно, взрослого человека уже никогда не поднимется рука взять и в биологический мусор натолкать, например, стекла или чего-то подобного. Проблему эту можно решить, если подходить к ней комплексно. Если внушать везде и всюду, в детских садах, в школах и в учреждениях, насколько это полезна переработка мусора. Ну и не только на гражданах все заканчивается. Также государство, собирающее этот мусор, перевозит в специальные огромные мультипани, где все еще в свою очередь перебирается и перерабатывается. В основном это укладывается штабелями, создается своего рода компост, что-то сжигается, что-то разбирается на мелкие важные детали. Ничего стараются не выбрасывать. Отрезанные головы и так далее. Подойти туда уже в масках не получится, туда надо уже в противогазе. Ну что, рискнил? Вот это вот, это голова, это голова убитого животного. Их вот целые пакеты. Здесь засыпаны кости убитых животных могилей. Внизу находится река, лихова. Все это идет в речку. Этим всем дышим третий район нашего города. Ну вот примерно такая ситуация. Подойти невозможно, воняет на всю Ивановскую. Это то, что жители третьего района ощущают, когда запах воня. И все задаются вопросом, что это? Это воняет вот этот могильник животных, который расположен 700 метров от наших с вами домов. Вот третий у микрорайона. Как дышит полиумелит, я вообще не знаю. Сейчас мы спустимся чуть ниже, мы посмотрим, что все это упирается в речку Ликовая. И все это будет подмываться и идет в итоге в Волге, наверное, я так понимаю. Спасибо. 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 Спасибо.